Планируемый объём средств на развитие агропромышленного комплекса «Приморье» в 2024 году составил свыше 5 миллиардов рублей. Об этом стало известно в ходе общественных слушаний проекта краевого бюджета на трёхлетний период в сфере сельского хозяйства под руководством первого вице-губернатора Веры Щербина. Участие в обсуждениях приняли представители профильных органов исполнительной власти, администрации муниципалитетов, депутаты, общественники и просто неравнодушные жители края. В своём докладе министр сельского хозяйства «Приморье» Андрей Бронц отметил, что приоритетными направлениями поддержки являются молочное животноводство, птицеводство, свиноводство, картофелеводство, овощеводство и рисоводство. Агропромышленный комплекс региона активно развивается, используя в процессе производства современные технологии, технику и оборудование. Как подчеркнула глава правительства «Приморье», на сегодняшний день сельское хозяйство – это базовая отрасль экономики края. Главная задача – это обеспечить качественным и доступным продовольствием населения края, улучшить жизнь на селе. И в этом году 4,4 млрд рублей бюджетных средств направлено на техническую и технологическую модернизацию агропомышленного комплекса, поддержку животноводства и растениеводства, малых форм хозяйствования, сохранение и систематическое наращивание мер государственной поддержки по приоритетным направлениям аграрной политики в течение последних четырех лет приносят, конечно же, свои результаты. В крае строятся новые производственные мощности. В ближайшие три года «Приморье» рассчитывает обеспечить себя картофелем на 95%, овощами на 63%, яйцом на 62%, молоком на 52%, мясом на 65%. В этом году ожидание по урожаю скорректировала погода, и урон от последствий наводнения огромен. На площади 48 тысяч гектаров зафиксирована полная гибель сельскохозяйственных культур. Больше всего пострадали пассивы сои – 32,5 тысячи гектаров, и сумма ущерба от полной гибели составляет более 1,6 миллиардов рублей. Но, как говорится, с природой не поспоришь, и мы предпринимаем все меры для того, чтобы поддержать наших сельхозпроизводителей и поможем им восстановить угодья и предприятия.